Пучки свежей зелени, фрукты, сладости и даже вяленая рыба. Товар на лотках вдоль улицы Герцена разнообразный, однако качество на совести самих продавцов. За санитарными нормами никто не следит, ведь торговля не санкционированная. Документов, разрешающих ею заниматься, как правило, тоже нет. У продавца стандартный набор отговорок. Знать ничего не знаю, до хозяина не могу дозвониться. Впрочем, это не срабатывает. Полицейские составляют протокол, который грозит штрафом до 5000 рублей. А некоторые продавцы, заведев проверку, начинают оперативно собирать товар. Ведь такие стихийные рынки размещаются на муниципальной земле, но без всякого на то права. И в отличие от легальных павильонов, не приносят доходов в городской бюджет. Недовольные соседи – легальные предприниматели. Очень недовольны тем, что машины приезжают, выкладывают свое добро, и машины стоят на парковках. Клиенты, когда приезжают отстригаться, не знают, куда поставить свой автомобиль. И, соответственно, мы теряем свою клиентуру, теряем свой заработок и свой доход. А вот другая точка – на улице Первомайской, тоже установленная незаконно. На прилавке пирожки, а у продавца даже нет официального оформления на работу. Знаете, что данный павильон стоит здесь незаконно? Предприниматели об этом и говорили вам, да? Здесь тоже протокол – вызов на административную комиссию. А с владельцем незаконного павильона будут разбираться отдельно. В такие рейды по объектам нестационарной торговли городские власти, сотрудники полиции и общественники выходят еженедельно, проверяя легальность торговли. Сегодня в центре города претензий масса. Составлено 11 протоколов. Сейчас мы привлекаем Вологодскую областную энергетическую компанию, которая проверяет законность подключения к электрическим сетям объектов. В ходе рейдов незаконно размещенным торговым объектом составляются протоколы. С начала года составлено 225 протоколов и демонтировано 18 объектов. Еще одна мера наказания для предпринимателей – штраф от 20 до 60 тысяч рублей. Следующий рейд вместе с Вологодской энергетической компанией пройдет в эту пятницу в районе Заречья. Ангелина Евстафеева, Михаил Протасов, Максим Тышковец, Волок ДРФ.